Жара на улице под 40, а хоккеисты ЦСКА ВВС на спортплощадке. К новому регулярному сезону высшей лиги готовятся в экстремальных условиях. Москвич Сергей Денисов с детства хотел играть в нападении, но первый тренер увидел в нем вратаря. Интуиция специалиста не подвела. И сегодня Сергей – один из ведущих галкиперов ЦСКА ВВС. Самарскую команду выбрал не случайно. Я знаю главного тренера, менеджмент здесь. Видел, какие ребята подбираются, коллектив какой. Поэтому сомнений не было никаких. Хотелось стать частью этого коллектива, помочь добиться серьезных целей. Настроение отличное на самом деле, потому что все соскучились по льду с известной ситуацией в стране у нас. Поэтому с удовольствием вышли, с удовольствием прошли медовследования. Сейчас на лед вышли тоже с настроением. Тренерские штабцы из КВВС в межсезонье укрепляют линию обороны и вратарский сектор. Нападающие в прошлом первенстве ВХЛ показали хорошие результаты. Из прежнего состава остались 14 хоккеистов. Сейчас подбирают еще 21 спортсмена. В новом списке уже 8 самарских воспитанников. Сейчас вообще тенденция такая, она достаточно положительная в самарском регионе. Работает школа и в Тольятти, и в Самаре. И я скажу, что самарская школа, она так серьезно подтянулась. Вот, она дает воспитанников и достаточно так неплохих. Конечно, не хватает им ступеньки для высшей лиги. Еще одно, ну, мое мнение, что это нужна команда где-то в ВХЛБ, вот, чтобы они там обкатывались, именно обкатывались со взрослыми игроками, а не в собственном соку. Вот им нужна эта ступенька после ЮХЛ. В новом сезоне ЦСКА ВВС планирует стать призером первенства ВХЛ. Минимум, на что могут рассчитывать болельщики военных летчиков, это участие самарской команды в плей-офф. Для нас цель и задача выходить, выигрывать, показывать хоккей, который будет нравиться болельщикам, за который не будет стыдно ни нам, ни игрокам. Вот, естественно, биться, показывать результаты в каждом матче. Ориентировочно первенство высшей хоккейной лиги стартует 4 сентября. До этого хоккеисты ЦСКА ВВС проведут 11 товарищеских матчей. Первый намечен на 25 июля в Тольятти с местной «Ладой». Затем их ждут команды «Барс» и «Нефтехимик». Закончится межсезонка розыгрышем Кубка «Лады». Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.